Всем привет! В этом ролике я покажу, как сделать маломощный блок питания в замену традиционного конденсаторного питания. Так что усаживайтесь поудобнее и приятного просмотра! Думаю каждый из вас хоть раз собирал себе конденсаторный блок питания, а если нет, то все еще впереди. Так вот, такой блок питания позволяет включать низковольтную нагрузку прямо в сеть 220 вольт. Казалось бы, все круто, не нужно мотать ни трансформаторов, ни дросселей. Но изготавливать такой блок питания на ток выше 50 мА не стоит, по ряду причин. Альтернатива есть всякие дежурки и маломощные облочки питания. Но опять же, там присутствуют моточные изделия, а мотать их лень. И вот тут нам на помощь приходят высоковольтные DC-DC преобразователи. Имеется в виду, что их можно втыкать прямо в сеть. И вот такой преобразователь мы сегодня с вами и рассмотрим. Схема содержит минимум деталей. Сейчас многие из вас скажут, воу, а это что, моточный элемент? Но не стоит паниковать. Сюда можно поставить заводской дроссель и мотать не придется. В продаже есть разные индуктивности, на совсем маленький ток и на чуть побольше. Так что если поискать, то можно найти нужный. Индуктивность дросселя в большинстве случаев можно взять 1 милигенри. Ну а если вы совсем перфекционист, то можно рассчитать в программе старичка для расчета DC-DC преобразователей. Вбиваем все необходимые параметры и получаем данные под ваш случай. Рулит процессом микросхема ЛНК-306. В линейке есть микросхемы на разную мощность. Рассмотренная в ролике является самой мощной. Так что если будете искать, знайте, что есть альтернативы. Существует несколько способов отследить выходное напряжение. Я выбрал самый простой, чтобы вам не нужно было ничего рассчитывать. Достаточно подобрать стабилитрон нужного напряжения и добавить падение на аптроне. Итого для выходного напряжения в 12 вольт нужно стабилитрон на 10-11 вольт. Ближайший, который у меня был на 9 вольт. Поэтому выходное напряжение немного занижено. Остальные элементы схемы должны быть вам уже знакомы. Поэтому не будем заострять на них внимание. Скажу только, что выходной диод стоит брать не шотки. Потому что их в этой схеме пробивает высоким напряжением. Предохранитель у меня традиционный. Предохранителей резисторов я не находил. Но тут абсолютно без разницы, что устанавливать. Теперь переходим к печатной плате. Она получилась прям крохотной. Если еще убрать отверстия под крепление и клеммники, то размер платы уменьшается на глазах. Саму плату делал методом лут. Паять несложно, справится любой начинающий. Правда, себе я сделал каку. Заказал по невнимательности микросхемы не в том корпусе. И пришлось делать вот такие извращения, выгибая ножки микросхемы вверх. Но с другой стороны, это позволило положить сетевой электролит прямо на плату, что уменьшило ее размеры. Конденсатор взял из старой галогенной лампочки. Он прям идеально сюда подошел. В общем, устройство собрано, можно тестировать. Сразу предупреждение. Выход находится под высоким потенциалом, так как гальванической развязки нет. И поэтому при работе с блоком нужно быть очень внимательным. Итак, давайте включим в сеть. Проверяем выходное напряжение. Присутствует. Отлично. Теперь возьмем какую-нибудь подходящую по току нагрузку. Ею будет кулер на 12 вольт с током потребления 110 мА. Подключаем кулер. Закрутился. Хорошо. Давайте посмотрим, как просаживается напряжение во время подключения нагрузки. Ну в принципе неплохо, как для такого блока питания. А что будет, если закоротить выход? А ничего. Сработает ток защита. И блок будет циклично пытаться запуститься. Когда КЗ уйдет, то выходное напряжение вернется на прежний уровень. Еще немаловажный момент это проверка нагрева элементов. Воспользуемся тепловизором и оценим степень нагрева. Прям очень греющихся деталей тут нету. И это большой плюс. Можно смело ставить в разные устройства. К примеру, такую же топологию я видел в стиральной машине. А производители стиралок не дурачки и не будут ставить малонадежные элементы. В общем, такой блок питания пойдет для запитки всяких там дежурных систем с низким током потребления. Делать его на большой ток тоже не стоит. Под каждую задачу есть свое решение. Тех, кто досмотрел до этого момента, хотел бы поздравить с наступающим Новым Годом. Надеюсь, видос выйдет еще в этом году. Праздничного ролика не будет, так как последнее время я занят переездом в новую мастерскую. И это отнимает много времени. Но надеюсь, скоро я уже буду снимать в новом месте. Ну и как всегда, спасибо, что смотрите и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok